если проводить аналогию с хоккеем то сегодня вас приветствует второе звено передачи новый день камельков зимник попова всем физкульт привет и снова здравствуйте друзья сегодня 15 сентября вы смотрите программу новый день на счет второго звена его поспорила здесь тренер здесь ассистент и капитан это можно дальше с вами разбирать всем здравствуйте наконец-то к нам приближается бабье лето и отопительный сезон это не может не радовать в сентябре бур-бур-бур нужно согреться что ли пока пока еще отопление вот так вот только начинает работать мы будем вас согревать своим горячим дыханием и интересными играми которых сегодня будет масса да сегодня игры забавы и конечно же мы друзья не забыли про наши традиционные рубрики акцентологию гороскоп а тема у нас сегодня вот какая все на хоккей сегодня мы поговорим с тренером хоккейной команды ярмак как же в ангарске начнется новый сезон для команды и какие цели они ставят перед собой и чего чего ждать болельщикам самое главное да все верно увесистая часть я бы так сказала нашей команды это выходцы из ангарского хоккея из юношеской хоккейной лиги для ангарска это новшество я бы сказала чтобы такая большая часть а игроков были такие вот юные и кстати тренером назначен известный ангарский хоккеист он сам не из ангарска очень много лет провел за ирмак многие его знают под порядком номером 42 это сергей чубыки сейчас он тренер хоккейной команды ирмак как сергей видеть себя в роли тренера какие перспективы прогнозирует на сезон прямо сейчас узнаем из первых уст сейчас за эфиром баня рассказывал как на хоккейном матче они обращались к судье что они ему кричали и это неспроста дело в том что у нас в студии уже наш гость тренер хоккейного клуба гермак сергей чубыкин здравствуйте 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 поздравляем вас с началом хоккейного сезона вот скажите каково быть сейчас в роли тренера интересный вопрос конечно да интересно интересно совсем другой ракурс так сказать да когда ты был игроком это одна так сказать ответственность когда ты тренер это совсем другая ответственность поэтому ну что-то новое в принципе остался в той же системе до в хоккейный то есть не футбольный я тренер не волейбольный не баскетбольный как бы хоккейный знаком с этой кухне поэтому надеюсь что будет довольно таки право мне здесь адаптировать легко перейти вот эту грань когда все равно к игроку относятся как-то знаете по-свойски а потом вот когда ты становишься тренером нужно чтобы поменялось отношение вот это сложно было поменять вот именно в сознании у тех людей которые вас знают сейчас в принципе тенденция такая в хоккее пошла что все лиги омолаживаются да и то есть разговаривая допустим с нашим главным тренером он мне говорил что ему тяжелее было потому что когда он становился тренером он играл с этими игроками то есть сейчас можно по пальцам пересчитать в нынешнем ярмаке игроков с кем я играл то есть большинство команды я не знаю и они меня не знают то есть в этом плане меня намного проще но у вас такого нет когда к вам сергей да да еще мы с тобой на этом льду бегали ну давай я сегодня немножечко оставаться на дополнительную тренировку я во первых пока не главный тренер да поэтому такое такого пока нету все равно все вопросы в основном через главного тренера я пока только учусь а вот вы сказали по пальцу можно пересчитать а много молодых ребят в составе нынешнем порядка 15-17 человек местных ребят да которые в том году были юхи ловцы некоторых подключали уже в хл это кардин шаров то есть они так сказать постоянно были за нас заиграны уже и в конце сезона если там я думал болельщики ходили на матче все видели что в последней игре с металлургом там порядка семи человек играл всех вот и сейчас как бы до вели подписали так сказать что 15-17 человек а в принципе команда у нас сейчас молодая очень довольно таки молодая что возрастных игроков таких примерно средний возраст если всей команды взять средний возраст я думаю 23 года где-то совсем да да поэтому я думаю что это должно сыграть нам на пользу такой задор амбиции у всех есть кому что доказывать а в принципе как показывает практика ангарск это тот клуб где можно себя проявить где тебя замечают и можно пойти туда дальше кто кто куда уже хочет только хелл кто нхл поэтому какие вообще прогнозы на сезон прогнозы на сезон понятно что выступить намного лучше чем последние два сезона да ни для кого не будет не секрет что последние два сезона так сказать были провальные вот то есть шагнуть на ступеньку вверх не то что там с последнего на предпоследние да все равно где-то стать снова хотя в лидерах ну не в лидерах это громко сказано в лидеры мы хотим в лидеры я тоже этого я тоже этого очень хочу я болельщиков прекрасно понимаю забраться в середину как бы да и там уже по возможности соответственно попасть в плей-офф вот мне такой вопрос вот как игроки сейчас до поддерживали физическую форму во время карантина во время пандемии коронавируса и как сейчас будет организован весь тренировочный процесс а вот просто антима закончен во время самоизоляции заплыли вообще невероятно как и спортсменов с этим делом стоял у спортсменов у всех по-разному честно скажу как бы то есть я когда сюда ехал я не знал кем я буду до игроком тренером то есть я сам снова кузнецкого нас тоже там эпидемия всех по всей стране да то есть мне это не мешало выходить на школьный стадион бегать там заниматься то есть я себя все равно держал форме некоторые говорят что все закрыто было но я думаю что это отговорки просто где побегать уж не побегать можно найти да и как бы дома всех никого не закрывали правильно то есть выход на улицу все равно был доступный вот ну понятно что сборы получились скомканные мы собрались одни из самых последних чуть ли не самые последние да мы практически вышли в начале августа там конец июля команда полностью собралась начала августа то есть но за месяц проделали очень хорошую работу которая должна дать результат к сезону готовы к сезону готовы то есть сейчас мы зазываем активно всех болельщиков мы удивим их обязательно игрой и порадуемся за результат всегда да как бы не могу обещать что потом не сказали вот он там обещал там нам все это но вы болельщики конечно приходите на хоккей поддерживать ермак то есть без вашей поддержки я то есть сам здесь уже 12 лет играл я помню те времена когда по 7 по 6 половиной когда стабильно на игру на игры приходило там 4 5 что это на обалденные ощущения такие когда тебя там подделка толпа болельщиков гонит я там вроде сил нету а тебя вот это вот волна вот так вот навал такой идет адреналин обринали вообще дополнительный за что можно сказать о вратарской бригаде в команде вратарская бригада у нас я так хочу сказать что одна ну не сглазить одна из лучших в лиге то есть два вратаря очень хорошие гордость да ну то есть как бы здесь вратарская бригада всегда была очень на приличном уровне а вот лично вы сколько вот сезонов за хоккейную команду ермак провели 12 сезон 12 до 13 в роли 13 до в роли тренера класс а сколько всего матчей ну если не ошибаюсь 536 по мальчик до ванне 12 сезонов за четыре года столько передач не было в программе новый день здорово все но вам не кажется там вообще каждый сантиметр льда уже как родной и не тоже каждый сантиметр и дали город для меня уже родной как бы я практически всех знаю болельщики мне все знают поэтому то есть я так шучу что я говорю в новокузнецкий езжу как в отпуск домой домой как в отпуск да 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 так повидать родители так всех город мой родной ангарск вот мы если выйдем на улицу зимой то мы видим что у нас много хоккейных коробок и много ребят которые играют во дворе но вот им пробиться вот такой профессиональный полупрофессиональный спорт гораздо сложную очень сложно скажите как вот вы что думаете по этому поводу вообще у дворовых ребят есть будущее или все-таки им нужно изначально идти в секцию скорее всего что придется идти в секцию потому что если раньше хоккей можно было прийти и 8 и в 9 и в 10 лет да и как бы накататься накататься то есть ну раньше тенденция такая была что 8 9 10 лет хоккей приходили сейчас налет ставят 345 то есть четырех лет уже ведется набор то есть если человек придет у ребенок в 10 лет до то есть соответственно он будет уступать тому кто уже начал ходить в 4 года в 4 года он будет уже накатанный в 10 лет придет понятно что им никто заниматься не будет поэтому это вот тенденция такая со временем пошла что не так как было советское время что все начинали с улицы да поэтому сейчас дворовым командам там дворовым ребятам кто во дворе за растет им намного тяжелее в хоккее по крайней мере но то есть если сейчас у вас ребенок 3 4 5 6 лет то рекомендуем если у него есть какие-то задатки к хоккею приводить в секции а там разберемся ну конечно приходите приводите детей пусть занимаются хоккеем понятно что не всех получится до великие звезды как большинство родителей думают и видят спят и видят что их дети там будут великими звездами но тем не менее это хоккейный хоккейная команда это очень хорошая жизненная школа такая да спасибо а вот вы как относитесь к нашей российской команде красной машине вот последний сезон на выступал как-то не очень болеете за наших за российских хоккеистов за команду в это противостояние россия канада верите постоянно мы с ними там не скажу что я так прям приятный болельщик какой до сборной россии как бы не знаю может кого-то как бы огорчу этим самым дата то есть слежу поэтому ничего больше не могу сказать чемпионаты мира смотрю да там когда они есть ну в общем как все абсолютно у нас такая же история на что спасибо вам большое за это прекрасное общение мы желаем команде ермак прежде всего побед в новом сезоне мы обязательно со своей стороны стороны болельщиков будем поддерживать приходить все на стадион болеть за команду кричать все возможные слова поддержки поэтому удачи вам в новом сезоне спасибо и хотел бы обратиться к болельщикам к любителям хоккея местным приходите на хоккей поддерживайте ермак понятно что без поражение не бывает побед я согласен что поражение бывают разные но ваша поддержка очень нужна как бы понятно много любителей хоккея которые разбираются в хоккей да но я так сказать что с другой стороны со стороны тренера сейчас да буду делать все чтобы игроки как бы полностью отдавались то есть я понимаю что бывают разные поражения но когда люди бьются игроки бьются то есть болельщик все равно все это видит и продолжает поддерживать то есть нам нужна ваша поддержка спасибо спасибо большое в общем друзья в наших программах мы только как над собой не издевались точнее жени как над нами не издевался кто сделает нас старыми то придумают еще какой-нибудь челлендж того сделала природа и как природа над нами издевалась но не в этом суть вот сравнивали себя со звездами хотя мы и так вы и так звезды вот и и нары даже животными сравнивали себя помните на жировом кто-то ено там был это вова наверное вот сегодня мы решили немного нас омолодить и посмотреть назад в прошлое как же мы могли бы выглядеть там 10-15 лет назад как нас видит программа как нас видит программа новый день готовы ты не спер у нас дома старые фотки в я спер ночью прокрался как зубная фея так готовы посмотреть да тогда как ты не мог спереть ты же из политики выше так и не занимаетесь отец зубная фея все я на первое господи где-то как раз это больше после этого можно никого не показывать слушай ну вообще ничего почему мне один глаз больше другого не поменялось не поменялся щечки какие-то такие милые щечки наконец-то поднялись вверх пьяна сейчас пока после процедуры когда она выходит своего косметического кабинета подростка правда похоже подростки вот когда программа делает подростков мне кажется всем делает светлее лицо почему-то пухлее щеки больше нос с возрастом нос вроде носа усыхает вообще на самом деле нос это тот орган то можно сказать который растет всю жизнь это ручно доказано а серьезно да а смотришь когда она свои фотки в юности и уже более зрелый нос реально приобретает более четкую форму какую-то не сумма не большой нос из-за того что он старше нас и шуточки за 300 давайте еще дальше смотреть специально пока даже я желание и движение покажу будет у меня похоже пацан вообще я вообще какой-то женоподобный жене женоподобный я развернулся кстати да вы че-то с Яной похоже не та вот здесь вот прямо похоже на мои современные фотографии больше мне кажется ну правда же ведь что-то есть давай Ваня другую фотку я не буду показывать показывай ну вы сейчас будете опять надо мной смеяться а Ваня не женоподобный ничего себе Ваня слушай ты Джастин Бибер мне кажется да вообще мне кажется это мисс Таиланда 2020 посмотрите по фотографии видно что она забрала титул в бою у миста Ивана 2019 тайский бокс был видимо у них все ладно засчитывается засчитывается это забавный челлендж Ваня все хватит больше не будем смотреть а тогда давайте сейчас сыграем уже вместе со мной подожди а если наши зрители захотят попробовать куда им обращаться то вообще Ване обращаемся к Яне Поповой друзья это приложение называется фейсап она доступна на всех платформах поэтому скачивайте экспериментируйте выкладываете в инстаграм сторис отмечайте нас мы будем все это репостить лайкать и дружить с вами кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро так говорил известный всем герой Винни-Пух и сегодня мы сыграем с ребятами в игру new day games которая будет проходить под призмой героя мультфильма Винни-Пух и все-все-все ребят смотрите теперь для вас языком попроще будут зашифрованы фильмы или мультфильмы где будут как раз герои мультфильма Винни-Пух ваша задача такая если вы узнаете название фильма то вы кричите имя одного из героев Ваня у тебя какое будет герой и а вот отлично Ваня будет кричать и а а а а а а я ничего не вижу он выиграет естественно сразу на это и рассчитано любые технологии для того чтобы победить использует Ваня и его приспешники так наученный Наученный. Опыт достаточно. Оставшиеся ослики. Ослики, которые объединены. И ашки. Ну, давайте. Погнали. И а. Первый фильм. А, нет, это вот. Поехали. Это же где Арнольд Шварценеггер снимался назад. Питачок. Так. Терминатор. Совершенно верно. Это не Терминатор. А что это? Это не Терминатор. Вот здесь Питачок, здесь сидит этот молодой. Когда назад, было в прошлое, попал? Нет, это не назад в будущем. Ну, подсказывай. Если Ваня сказал Арнольд Шварценеггера, то не так далось никак. 1-0 в пользу Питачка. Питачок. Титаник. 2-0. Ваня, давай. Включайся. Мне просто сложно пофигать это слово, говорить. И ааа. Сам его выбрал. Питачок. Ой. И а, ты говоришь. Я не знаю, что это за фильм. Питачок. Это сама ты дура. Это как фильм-то этот? Людка, а Людка? Нет. Джентльмен удачи. Совершенно верно, да. А как тебя зовут, Федя? Ну и дура. Ну и дура. Так интересно все. Я не хочу играть в эту игру больше. Вань, давай включай голову. Да, Вань, ты там. Ааа. Да. Это этот. Кто, 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 Ваня? Давай, Ваня. Кто это, Ваня? Ну, это ты как он? Пчела, пчеловой. Ну, большая обезьяна-то. Ну, как ее зовут? Твоя бывшая. Три. Да я знаю этот фильм. Мы взяли у нас сейчас все сбили в голове. Ну, как его зовут, Адзиан, как зовут? Вот, да, Кинг-Конг. Ване подсказали. Да я знаю. Ладно. Он ее украл. Три-один, дальше. О, я не знаю. О, это же... Что это? Это же наш мультик с тобой. Какой мультик-то фильм? Ты Пятачок, я... Что, ты не догадался? Так, Ваня, там, я тебе... Ваня, Ваня, Ваня сейчас просто говорит, что здесь есть Пятачок и Винни-Пух, и говорит, это ваш мультик. Ваня, на всех остальных картингах тоже был Пятачок и Винни-Пух. Это самогонщики. Да, 4-1. Мед варят? Ага. Как быть, если Винни-Пух самогон варил? Погнали дальше. Так это же этот... Я догадываю. Что? Супер, пупер герой. Супер, мэм. Давай будем считать, что ты отгадал. Хорошо. Я отгадал. Я тебе же фору дала. 4-2. Спасибо. Я не нуждаюсь фору. Ой, слушай. Посторонним вход запрещен. Ты что, не знаешь? Не могу понять. Я тебе подсказку. Это ты якай? Да я сам не знаю, ты якай-то. Это... Я вообще могу понять, что это... Не может удержаться. А, так это же Гэндальф и... Властелин колец. Да, Ваня, совершенно верно. Властелин колец, счет 4-2. 4-3. 4-3 уже. Питачок! Ой, Питачок! Да. Это мушкетеры, мушкетеры. Да, 5-3. Сова очень забавная. Сова кардинал. Смотри, Сова в роли кардинала. Так. Это смешно. И... Питачок! Да, Ваня. Она первая была. Нет, ты был первый. Это Петька. Чапаев. Чапаев, да. Питька. 5-4. Вот уже интереснее пошла борьба. И... А. Так, понятно. Это с легким паром? Ирония судьбы. Нет. Яна, у тебя есть 5 секунд. Почему? Это кто? Какие? Синие или красные? Питачок! Матрица! Ну, конечно. И вот... Видишь, в челавочках. Ложки нет, хлеба нет, денег нет. Это... Да, 6-4. Это Матрица. Правильно. Чувствую. Дальше. И... Джуманджи? Нет. Питачок! Так. Индиана Джонс? Конечно, Индиана Джонс. Мне тоже подсказали. Да, да, да. И все тебе дам. Но... Вот так вот дуло залипи. Я вообще думаю, это Шерлок Холмс вообще. Дальше. И... А, Белое солнце пустыней. Молодец. Потом Леный солнце уже называется он. А, Белое солнце пустыней. Да, 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 все-все-все. Все правильно. 10-10 еще. Такие спешные сзади стоят. Дальше. А вот здесь затрудняюсь. Это и один радио? Нет, посмотрите. Вот уголовный R на табличке. Я вам подскажу. Это уголовный розыск. А, Дукалис. А, Дукалис. А, Дукалис вели знатоки? Нет. Это Дукалис. Нет, посмотри, как он одет. Ты что, посмотри вот на этот головной убор, он тебе поможет. Семнадцать мгновение весны, что ли? Нет. Тридцатого уничтожить? Нет. Давай так, там Высоцкий играл. А, ну это же этот известный сериал, где он уголовников ловил. Ой, как он называется? Место встречи. Как это? Ну, скажи я сначала. Я? И А. Да. Место встречи что? Место встречи изменить нельзя. Ну, все правильно, да. Одиннадцать десять в пользовании. Слушайте, это же. Почему? Я на бал его обгоняла только что. А я уже на бал тебя обгоняю. Ага, Женя, ты неправильно считаешь? Счетная комиссия представила такие результаты. Ага, я только что его на бал обгоняла, уже он меня на бал. Ровно сейчас. Говорят, все правильно. Они все посчитали, все в урну положили, проверили. У нас кто тренер здесь? Все на бал. Дальше, следующий фильм. Тебе будет интереснее. Пятачок. Так. Это. Играл Леонов-то, и преступника, и этого. Да ты, вы все можете обучать-то. А это джентльмена удачи? Ну, конечно. В этом и прикол, что у нас два джентльмена удачи, и второй раз, Ян, ты это отгадываешь. Одиннадцать-одиннадцать, правильно? Пятачок. Мимино. Нет. Подожди, как? Похоже. Ну, тоже можно сказать, что название состоит из слогов, но других. Похоже же ведь. Нет. Ну, ты че? Они еще делают так. Ху. Ой. Ой. Ваня. Один. Так, вариант. Интерстейлор. Ну, ты че? Это его корабль. Ты же Скоро Мау Джилеттова. Ну, на самом деле, да. Это Интерстейлор из Советского Союза. Киндзадзо. А, ну, я бы не угадала. Ну, похоже же на Мимино. Так, я тоже. Пятачок. Это Раты Карибского моря. Раты Карибского моря. Ваня Митерис. Да. Винни-Пух. Капитан Винни-Пух. Дальше. Пятачок. Пятачок. Шрек. Да как оно быстро так делает? Дальше. Пи-а. Терминатор. Вот это терминатор уже. Так, все. Молодцы. Вы разгадали все наши фильмы. Это было прикольно. 15-14. Чуть-чуть вперед выскакивает Ваня Камельков. Но... Я-я-я-я. Известу мы отдадим эту победу Ване. Ну, а сейчас переходим к страничке нашей образовательной акцентологии Яна Попова. Банкуй. Вот и наступило время рубрики акцентология. Сегодня я буду в роли учительницы, ребята, в роли учеников. Я думаю, что вы уже успели обратить внимание на доску. Здесь нужно ставить либо букву И, либо букву Е. Яна Павловна, а у меня есть интересный формат нашего конкурса. Давай мы будем по очереди стрелять с Иваном. И по очереди называть слово, в котором мы, ну, предполагаем, какая правильная гласная. А я вам буду баллы ставить. Да. Тут места для баллов нет, тогда вот это давайте я черчу. Это будет... Женя. Женя. Ваня. Окей. Давайте. Давайте. Я первый стреляю. Давай. Я стреляю в слово престиж и ставлю Е. Ты хитренький. Ну, это пока я просто знаю. Так, Ваня. Ну, ладно. Прибаутка. Молодец, Ваня. Итак, один-один. Идете ноздря в ноздрю. Так, привилегия. И я ставлю букву И. Я хотел взять ее. Ты хотел взять привилегию, но привилегия сегодня у меня. Ладно, значит, у меня будет притязание. Так, Женя. А еще один балл. Притязание. Притязание. Ваня, да посмотри. Продавливай. Ваня притязание на слово притязание. Так, Ваня, один балл. Так. Окей. Преобретение. 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 Учителю нужно все проверить. Как еще раз? Преобретение. Дальше. Е. Предпоследнее слово. Преобретение. Е. Ты знаешь, слова лучше, чем учитель. Так. Преамбула. Ой, Преамбула. Преамбула. Как правильно? Преамбула. Ой, что-то чуть не ошибся Молодец, Ваня Я бы, кстати, преамбула написала Говорится при, да, пишется е Примитив, примитив Ну, я бы и написал Примитив, примитив Верно, Женя Е Ну, вот здесь слово препираться Перепираться можно сказать Значит, здесь е Так уж третий раз буду повторять Молодец, Ваня Следом Ну давай Ну давай, прецедент Прецедент, естественно Вот следующее слово, я не хотел его отвечать Потому что он сложный Прилестить, чуть-чуть Как еще раз, Ваня? Вспомню, не вспомню это правило Прильстить Прильстить, прильстить При, через е пишется, чуть-чуть, потому что Пригубить, прильстить При? Пре Так чуть-чуть туда не подойдет Ну, прильстить Прильстить, все верно А чуть-чуть тут правило это не... Значит, оно работает по-другому. Ваня, 5-4. Ты вновь победил в игре. А, все это, все последнее. Вот так, у Жени твердая четверка, у Вани твердая пятерка. Ваня все правильно ответил. Женя снова проиграл. Ты вторую игру выиграл. Мне кажется, скоро тебе наша редакторка выпишет премию. Я буду рад этому. Ваня молодец, угадал все слова. Ты угадал или реально... Я реально знаю, я же филолог, лингвист. Я это изучал день и ночь. Женя, ты помнишь, как слово приобретение пишется? Приобретение. Мне обидно, что я ошибся, да. В общем, не будьте как Женя, учитесь на пятерке и выучите слово приобретение. Это была программа «Новый день». Рубрика «Акцентология». Впереди у нас гороскоп. Пока. Всем до свидания. Гороскоп на 15 сентября. Овен. Встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые перспективы и просто приятные впечатления. Телец. Свежие новости и решение что-то немедленно предпринять будут держать вас в приподнятом настроении. Близнецы. Придется отказаться от некоторых личных планов. Постарайтесь рассчитаться с долгами. Приведите в порядок дела рабочее место. Рак. Постарайтесь использовать выгоды тех ситуаций, в которые вовлечены и которые будут в этот день меняться особенно активно. Лет. Полезны любые физические нагрузки. Дома можно устроить грандиозную уборку. В короткий срок сделать огромный участок работы. Дева. Чем сильнее энергетическая подпитка и желание, тем большего можно достичь. Хороший день для презентации своих наработок. Весы. День потребует больших усилий, но на вас может накатить желание отвлечься от насущного и заняться личными интересами. Скорпион. В течение дня можно поднимать важные темы в коллективе. Это может придать новый ход делу. Держите открытыми свои каналы связи с миром. Стрелец. Можно планировать поездки, культурные и развлекательные мероприятия. Проявляйте заботу о близких, дарите подарки тем, кого любите. Козирог. Коллективные обсуждения будут ценнее индивидуального поиска решений. Кто-то может напустить туману там, где находится ваш собственный интерес. Водолей. В личных отношениях имеет смысл пойти на уступки, проявить заботу о близких и любимых людях. Рыбы. В это время противоречий нужно придерживаться практичной, устойчивой позиции, не нарушая инструкции и условий контракта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова